Доброго дня всем дорогие друзья! В эфире программа «Честное мнение». Доброго дня кому-то и доброго вечера. В студии Тимофей Обухов и Светлана Ладина. Прощенное воскресенье ждет нас совсем скоро, и оно является темой нашего сегодняшнего разговора. Трудно ли лично вам просить прощения? Как мотивируете себя все-таки сделать это? И как вы относитесь к обычаю в Прощенное воскресенье просить прощения практически у всех подряд? Считаете ли вы это, простите лицемерием, или, может быть, все-таки доброй традицией на чем-то основанной? Мы ждем ваше честное мнение. Звоните нам по телефону 379-6570, код города 343, пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Чин прощения, на самом деле, он является, мне кажется, настолько трогательным, и всегда он поражает человека, который впервые оказывается в храме, когда там происходит чин прощения. И вот в прошлом году таким человеком как раз стал мой коллега, передаю ему слово. Да, ну все так и было. На самом деле, это был не первый раз, когда я оказался в храме, когда происходил чин прощения, но вот именно в прошлом году, именно в прошлый раз меня очень так вот зацепил, оставил очень глубокое впечатление в памяти. И, конечно же, когда батюшки просят прощения у всех прихожан, которые там находятся, и зачастую ведь там находятся не только постоянные прихожане, а люди, которые зашли абсолютно случайно, может быть, вообще впервые в церкви, и несмотря на это, не разделяя никого, это очень сильно. Я еще раз повторяю, что раньше я бывал, но вот именно в прошлом году я это, так сказать, от начала до конца прочувствовал. И я могу лишь сказать, что если человек не был, то посоветовать от всего сердца. Могу, приходите, попробуйте, посмотрите, и, может быть, у вас тоже останутся такие вот глубокие впечатления. Ты вот сказал очень точно, ты сказал это очень сильно, когда батюшки просят прощения, да, и когда все мы просим прощения друг от друга, особенно перед тем, извиняемся, перед кем мы действительно виноваты. Вот это действительно проявление духовной силы. Тогда я вот, Свет, знаешь, на самом деле ощутил, что мне, вот, например, было гораздо сложнее просить прощения у своих близких людей и родных. Как это ни странно. Но это было так, и я могу сказать, что это было очень тяжело, очень сложно. И я не знаю, что мешало, можно много об этом говорить, и святые отцы тоже много пишут и писали. Вот, но это очень тяжело, непросто. Владимир Сидельников нам пишет. «Лично для меня просить прощения нетрудно. Беда в том, что осадок-то все равно остается, да и каждая из конфликтующих сторон делает для себя определенные выводы. Часто эти выводы необъективны, так сказать, с высоты своей колокольни. Просить у всех прощения? Если честно, я этого не понимаю. Чем я всех-то обидел? Вот, очень интересно, Владимиру просить прощения нетрудно, но он отмечает очень глубоко, он, по-моему, смотрит в корень проблемы, действительно. А осадочек-то остался? Бывает такое. А еще вот эта традиция, извиняться у всех, кто встретится тебе сегодня в храме. Ну, наверное, вы тоже видели эти картины, может быть, принимали в них участие, когда вот просто каждому, перед кем вы на самом деле ни в чем не виноваты, и кого вы, просто встречая в храме, приветствовали, и не более того, и вдруг надо просить прощения, может быть, даже становясь на колени. Вот все-таки очень хочется услышать ваше мнение, дорогие друзья. Работает ли у нас телефон 379-6570, код города 343? Как вы полагаете, есть смысл в этом обычае, или это просто некая красивая такая традиция, которая ничего не значит? Свет, ну а я вот тогда у тебя спрошу, вот поделись своим опытом, потому что все-таки ты человек воцерковленный, давно уже... Ты знаешь, иногда бывает так радостно просить прощения, но порой, и наши зрители нам тоже об этом пишут, Вот перед кем ты на самом деле не виноват? Очень просто даже встать на колени, поклониться, да, и вот и в ответ ты получаешь такой же земной поклон, и обнялись, и поцеловались. Вот, но это не стоит тебе никакого труда. А вот когда действительно есть какой-то конфликт, да ты еще себя правым в нем считаешь в этом конфликте, Вот тогда как тебя коррежет просто вот... Ну и тогда просто стоит молиться, чтобы Господь как-то... Господи, ну подведи меня к этому человеку, ну как-то вот открой мои уста, ну что-то же надо сказать, ну пожалуйста, помоги. Ну вот я только такое средство знаю в таких ситуациях, когда надо извиниться, а ничего не можешь с собой сделать, не можешь себя заставить. Телефонный звонок, принимаем его с удовольствием. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста, откуда нам дозвонились? Алло? Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, я звоню вам с города Владивостока. Как вас зовут? Мне бы очень хотелось извиниться сразу, всем сказать, простите меня за все. Нужно успеть сказать, простите меня. Я недавно потеряла маму, и я прекрасно понимаю, как нужно вовремя успеть сказать, простите меня за все, люди. Потому что едешь в трамвай, обидел кого-то. В магазине стоишь, обидел кого-то. И когда эта вина у тебя остается на сердце, перед прощенным воскресеньем прошу вас, милые люди, простите меня за все. Жить с чувством вины, и винить себя потом, и не иметь возможности извиниться. Очень тяжело, очень тяжело. Поэтому я думаю, сказать всем прости, нужно успеть сейчас. А если есть такой день, как прощенное воскресенье, просить нужно прощения, наверное, у всех, у всех и за все. Потому что в наше время сейчас, что мы творим, идет на Украине, такие дела идут, происходят. У нас в стране столько зла. Надо, наверное, научиться немножко любить друг друга, любить близких. Да, спасибо большое. Поняли вас. Вот оно и объяснение, одно из возможных объяснений этой традиции – просить прощения у всех, кто встретится тебе в этот день. Потому что вполне возможно, да, мы кого-то нечаянно толкнули, кому-то перешли дорогу в прямом и переносном смысле этого слова, и сами того не заметили. И вот так вот, извиняясь, может быть, мы приносим, ну, какое-то посильное, пусть небольшое покаяние в тех обидах, которые мы нанесли ближним и дальним, сами того даже не зная и не замечая. Ну, вот Ксения Кабанова, кстати, и пишет о том, что когда действительно виноват, то просить прощения очень трудно. Бывает, что по несколько лет внутренне прошу прощения у человека. Господи, помоги. Ну, вот, в подтверждение. А некий Монте-Кристо, граф, наверное, ей возражает. Ксения, а кто вам сказал, что вы действительно виноваты? Вы сами себе судья или кто? А если не судить и себя? И Ксения отвечает, обычно совесть судья, вот она и судит. Если свербит, болит и напоминает, значит, вина не изжита. Кто ж меня будет судить здесь, на земле, при жизни, если не моя совесть? Спасибо нашим зрителям, и у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, это Сыжевская Александра звонит. Слушаем вас. Когда у меня просят прощения, у меня сразу возникает вопрос, с чего бы это, что ему надо? А вот когда меня оскорбляют или унижают, или еще чего, ну, не сразу, конечно. Но, а после ко мне приходит мысль на все воля Божья. И на меня воля Божья всегда благая, угодная, совершенная на каждый момент времени ради моего спасения. А я падший, оскверненный, полон всякой нечисти. Как очиститься? Господь мне по башке не дает, подзад не пинает. Он всегда людей находит и посылает. Ну-ка его подвеси, ну-ка его подвеси. Александр, то есть вы стараетесь воспринимать все обидные ситуации, как волю Божью по отношению к вам? А потом молюсь и говорю, Господи, благослови. Спасибо вам. Спасибо, поняли вас. Ну, абсолютно здравый подход. Виктор Тынянских пишет. Виктор Тынянских пишет. Для меня просить прощения легко, потому что знаю, я виноват. Но совершенно не знаю, как быть в случае, когда меня обвиняют в том, чего я не делал. Стоит ли в этом случае просить прощения? Не знаю. Вообще, святые отцы, конечно, советуют, что стоит, но на практике это исполнить, по-моему, крайне тяжело. Но, видимо, так надо. А вот просить прощения у всех подряд не понимаю, зачем это, особенно если этих людей видишь впервые. Ну, я вот согласна, иногда это бывает действительно смущает, а иногда огромную радость от этого получается. И Кариша Батура пишет. Лично я просить прощения не очень затрудняюсь, хотя порой очень сложно сказать простое «прости». Кто встретится из знакомых в прощенное воскресенье, тому и говорю «прости меня грешную». Такое сообщение. Молодец, Кариша. Владимир Иванов. Главное – понимать смысл того, зачем просить прощения. Если это из соображений, что все просят, но и я попрошу, то толка мало. Начинается Великий пост. Как можно готовиться к Великому празднику Пасхи, не завершив прежних суетных дел? Не попросить прощения и не простить других – это значит то, что во время поста все эти обиды и прочие нехорошести будут отвлекать от главного. Всем желаю с пользой провести время Святой Четыридесятницы. Владимир, спасибо. Взаимное пожелание от нас. Да. Ну и Марина Шишакина. Зачитаю чуть позже. Наверное, сразу примем телефонный звонок, раз там подсказывает режиссер, что есть звонок. Здравствуйте, Мас. Внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста, откуда нам дозвонились. Ну, к сожалению, сорвался телефонный звоночек. Да, сорвалось. Марина Шишакина пишет, гордость мешает мне сразу же попросить прощения у того, кого обидела я. Или кажется мне, обидел меня. Но, слава Богу, есть совесть, которая покоя не даст, пока я не покаюсь. Вот бы еще научиться впредь не обижать. Спаси всех Господи, всем доброго поста. Желание, конечно, очень хорошее. Да, будем надеяться, что все это сбудется. Серега на форуме, постоянный наш собеседник. Обязательно перед Великим Постом надо просить прощения у брата-сестры. Получить прощение и загладить вину. Например, возместить ущерб, как сделал Закхей. И обязательно надо перед Постом сделать какой-нибудь подвиг, только добрый, как сделал Авель. Интересно, бывают злые подвиги, видимо, по логике Сереги. Это и будет нашим даром Богу. Ибо сказано, итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником. И пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Спасибо за эту цитату евангельскую. Да, ну что же, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Минская область, поселок Порпе. Я что хотела сказать насчет просить прощения. Иногда трудно, иногда легко. Но когда трудно и все-таки попросишь прощения, такая радость на сердце разливается. Это во-первых. А во-вторых, мы своей злостью, своими плохими поступками в мире такое творится. Мы же собираем огромное количество негатива над этой несчастной бедной планетой. И, наверное, тем, что попросим прощения, может хоть одна пищинка добра появится вот в этой вот куче злости, злобы и так далее. Я считаю, что надо просить прощения. Надо учиться просить прощения, даже если очень и очень тяжело. Особенно, конечно, детей своих приучать, внуков приучать к этому. Потому как им впереди жить, мы-то уже прожили свое. Я уже пенсионерка. Спасибо. Спасибо вам большое. И вот еще одно мнение на форуме. Юлия пишет. Обычно мирюсь сразу и не дожидаюсь прощенного воскресенья. Просить прощения надо. Это смиряет гордыню и устанавливает мир в душе. Воскресный день за божественной литургией звучит божественное предостережение. Если не будете прощать людям согрешения их, то и отец ваш не простит вам согрешений ваших. Обычай просить прощения у всех подряд просто нелепно, мой взгляд. Зачем? Это или проявление гордости и самодовольства. Мол, какой я хороший, у всех прощения попросил. Или глупости. Зачем просить прощения у того, кого не обидел, да не общался толком. А еще это может быть своеобразным таким прикрытием. С близким человеком не примирился. Зато у 150 других человек, незнакомых, прощения попросил. Вот какой молодец. Юля, спасибо большое. Это мнение из серии, что называется, «Зри в корень». Ну вот им, наверное, мы и закончили бы нашу программу, если бы не было и у нас с Тимофеем необходимости от имени своего и от имени всех наших коллег попросить у вас прощения, дорогие наши зрители. Ведь наша профессия, она, к сожалению, предполагает многословие. А в многословии чего только не бывает. Как скороговорки, не без пустословия. Многословие, да не без пустословия. Вот за это в первую очередь. Простите нас, пожалуйста. И за все те огрехи, которые вы замечаете и терпите, а иной раз и высказываетесь о них в нашем эфире. А главное, прощаете. А главное, прощаете. Ну и мы тоже всех прощаем. И Господь простит всех нас. И доброго всем поста. Даст Бог, увидимся. С вами были Тимофей Обухов. И Светлана Ладина. И программа «Честное мнение».